Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И у нас сегодня эфир такой тавтологичный, можно сказать. Археология в гостях у археологии. В гостях у нас археолог. Но не археолог в том привычном смысле, а скорее в том смысле, в котором названа наша передача. Археология сознания, археология цивилизации. И у нас в гостях сегодня художник Гриша Брускин, в миру известный как Григорий Брускин. Гриша – это его, так скажем, сценический, художественное имя. Григорий Брускин, который создал выставку под названием «Коллекция археолога». Я сейчас расскажу ее концепцию. Она буквально на днях открылась в кинотеатре «Ударник», бывшем кинотеатре «Ударник», который сейчас переоборудуется под Центр современного искусства. И в течение трех месяцев будет радовать нас до 11 августа. Это выставка под названием «Коллекция археолога». Ну, если вкратце, я думаю, более подробно Григорий об этом расскажет, то речь идет о том, что он создал некий набор слепков, набор статуй, скульптур, которые символизируют советскую цивилизацию. Собственно, занимался этим Гриша Брускин уже достаточно давно, как я понимаю, почти 20 лет. Такие вот фигуры пионера, танкиста, чиновника, доярки, стахановца. Но был какой-то, как я понимаю, следующий этап, когда эти фигуры были разбиты, погребены в Италии, там пролежали под землей некоторое время, затем раскопаны. И вот вместе, как, так сказать, вот эти вот самые раскопки, свидетельство этих раскопок вместе с землей, были выставлены, сейчас выставлены в конце концерта «Ударник». То есть получаются такие раскопки советской цивилизации, археология советской цивилизации. Но, естественно, наша программа не могла пройти мимо этого артефакта, так что Григорий у нас в гостях. Добрый вечер, Григорий. Добрый вечер. Я более-менее правильно осветил генеалогию вашего проекта? Я бы сказал правильно, но очень поверхностно. Естественно. Мы все это коротко, более подробно вы нам сейчас, конечно, расскажете. Но вы знаете, с чего я хотел начать? Я хотел начать с «Ударника». Вот я был на открытии вашей выставки, я очутился, я до этого был там еще в художественной его инкарнации, в «Ударнике» на открытии премии Кандинского. Я понял, что там тоже ведь очень большое археологическое содержание. Это какой-то такой весь дом на набережной, кинотеатр «Ударник», это некий такой полимпсест, там же столько слоев истории накручено. Безусловно. И прежде всего слой истории, который связан с историей нашей страны, государства, а именно со сталинским периодом прежде всего. Так называемый дом на набережной «Ударник» является частью этого комплекса. И тот же архитектор Иоафан. Да, один и тот же архитектор. Я думаю, что этот кинотеатр, так же как театр эстрады, планировался изначально Иоафаном как придворный театр и кино. Точно так же, как там внутри этого здания существовали магазины. Это был такой архитектурный, самодостаточный, что ли, город в городе. Поскольку там жила сталинская номенклатура, то духи этих известных и знаменитых людей своего времени, как мне кажется, до сих пор витают в этом здании. И что замечательно, что сейчас кинотеатр «Ударник» переделывается в Музей современного искусства. Почему, собственно, там и ставилась моя выставка. И мне кажется, что дух искусства, я надеюсь, что победит вот те самые злые духи, которые там. Там же много духов. Там же еще на Берсиневской набережной были палаты Малюты Скуратова. И якобы там находились какие-то подвалы. И оттуда идет секретный тайный ход в Кремль, который, значит, весь усыпан костями. Ну, такая есть, московские, да, апокрифы такие. Но в любом случае, вот это вот все место, вместе с комплексом Болотной площади, да, где Стеньку Разина казнили, и все это, так сказать, пытошное такое место, действительно такой полимпсист всей русской истории. Потому что даже если брать советский период, ведь сколько там было, да, и этот кинотеатр, придворный кинотеатр, который же был главным кинотеатром страны, да, все московские фестивали там проводились. Вот, он элитным был, там билеты жутко дорогие туда были. Да, я помню, в юности я там смотрел замечательные фильмы на кинофестивалях. Гадара, Феллини, Антониони. Фильмы, которые повлияли на меня, в какой-то степени сформировали как личность, оказали, безусловно, влияние на мое творчество. И потом, смотрите, 90-е, казино. Березовский же это все дело выкупает. Это открывается, сначала там лаговаз, а потом там казино. И более того, опять-таки, если следовать вот этим Urban Legends, городским легендам, там же разборки были, там, так сказать, стрелки забивали вот там же. Возможно, что дух Березовского именно там живет сейчас. Кто знает. Ну да, дух всех этих, да, сталинских наркомов, а потом и дух Березовского там же. Ну да, там же еще мерседесовскую звезду повесили над этим самым, над домом, на набережной, как символ вот этого вот триумфа рынка над социализмом. Ну вот надеемся, что сейчас будет триумф искусства над рынком и над идеологией. Да, значит, вот мы подошли уже к новейшему периоду. И действительно, очень интересно, что вот на этом месте, которое как бы вот действительно полимсест, как текст, который пишется поверх старого текста, все эти слои археологически соскребаются. И сейчас там очень символично находится ваша выставка, ваша экспозиция. Вот расскажите подробнее, как вообще вы вышли на сначала вот эту вот идею фундаментального лексикона, да, некоего создания азбуки, алфавита советской цивилизации, этих вот странных белых людей, которые как будто сошли с плакатов гражданской обороны. Концепция картины фундаментальный лексикон сложилась не сразу. Там были какие-то произведения, которые предшествовали этому. Но главным образом, архетипом, что ли, вот этой вот картины явилась садово-парковая скульптура городская, советская. Ведь мы жили в то время, как мы были как бы жителями древней Греции. Вот я думаю, что в регионе Греции повсюду ставили вот такие боги, башки. Вокруг нас стояли такие как бы человечище. Это в большинстве не были конкретные люди. Это были люди вообще. Там врач, архитектор, военный начальник, художник. Эти люди нам говорили, что ребята, мы лучше вас. Будьте как мы, и вы пойдете в рай, в коммунизм. Вот эта скульптура маня и помешанность на искусстве монументальной пропаганды и явилась прообразом этой картины. Мне хотелось собрать вот этих архетипов человечищ и сделать такую таблицу Менделеева. Собрать как коллекцию бабочек или жуков, как энтомолог собирают бабочек. Но меня интересовала двойная такая позиция, мерцающая. То есть, с одной стороны, я исследователь, ученый, с другой стороны, это та самая бабочка, которую накалывают на булавку. И я рассуждал приблизительно так, что когда у человека коллекция, коллекция, вот из пяти бабочек, это бедная и неинтересная коллекция, сто бабочек, триста бабочек, красиво расположенных, описанных, это гениальная коллекция. Имея такую коллекцию, мы получаем фундаментальное знание о том, кто такие бабочки. Вот мне хотелось создать такую коллекцию и сделать картину-письмо, послать человеку будущему. Мне казалось, что когда-нибудь, когда жизнь на Земле погибнет и снова возобновится, ученый будущего, умный ученый, найдет мою картину и узнает много нового, узнает правду на самом деле о той цивилизации, о том мифологическом пространстве, в котором проходила наша жизнь. Цивилизация, вы знаете, действительно, как советская цивилизация, мне кажется, очень интересно ее воспринимать как одну из неких великих цивилизаций древности. Именно так мне интересно. В том же контексте. Были шумеры, были какие-то странные майя. Зачем они сделали вот эти колонны из химически чистого железа? Зачем египтяне построили свои пирамиды? Вот я хочу здесь одну цитату привести. Я давным-давно, еще до того, как я познакомился с этим вашим проектом, своим студентом привожу из нашего же высшей школы экономики и социолога Симон Кордонский. И вот он пишет, что наши отдаленные потомки-археологи возможно будут изумляться, изучая разрушенные ракетные шахты РВСНСР, гигантские радиационные химические свалки, остатки других великих строек пятилеток и гадать, какая же неизвестная цивилизация и зачем их соорудила. Но мы-то знаем, хотя и пытаемся забыть, что их делали зэки-страйбатовцы, вооруженные лопатами, кирками и тачками во имя великой и высмысленной цели справедливого распределения. И вот эта вот идея того, что сравнение с советской, с египетской цивилизацией, мне кажется, она очень сильно тоже прописана вот в этом вашем мотроскопе, который сейчас находится в кинотеатре «Ударник». Напоминаю, что у нас в гостях Гриша Брускин, художник, выставка которого под названием «Коллекция археолога» представлена в «Ударнике» до 11 августа. И мы вернемся к вам после небольшого перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Сегодня мы раскапываем советскую цивилизацию в самом прямом смысле. У нас в гостях художник Гриша Брускин, коллекция археолога, выставка которого под названием «Коллекция археолога» представлена в кинотеатре «Ударник», который, да будет вам известно, преобразуется в музей современного искусства. Сейчас эта выставка там до 11 августа. И вот мы с Григорием пытаемся... Вот я пытаюсь понять, а Григорий вам доносит, какая, собственно, концепция стоит за вот этой выставкой. Скажите, а вот советская вот эта садово-парковая скульптура, я пытаюсь понять, что эти люди, что эти гипсовые люди говорят. Вот эта вот женщина с веслом, этот пионер с горном, эти все шахтеры, стахановцы с отбойным молотком, они ведь... Знаете, вот у вас очень хорошие в этой книге, в каталоге, там два замечательных текста. Один Борис и Гройс, а второй Михаил и Емпольска. Вот Гройс говорит, что это своего рода даже иероглифы. То есть они такой как бы степени абстракции достигают, как иероглифы. То есть своего рода как египетская цивилизация, некая египетская табличка. Можно и так взглянуть на эти образы. Для меня важна идея, как вам сказать, фигур памяти. Потому что память... Очень важны здесь две темы. Тема памяти, искусство памяти, арс-мемория. С одной стороны. И с другой стороны тема руин, развалин. Европейцы, как мы знаем, были помешаны на руинах. Были в них влюблены. Причем это началось давно, например, во времена Ренессанса. Ну да, возрождение, античные руины. Безусловно. Самые продвинутые люди, они культивировали, что ли, вот это коллекционирование древности. И началось это с того, что эти люди почитали древнее искусство как истинное. Поэтому они, например, гермеса тресмегиста и египетскую религию ставили выше, чем Платона и Аристотеля. И с тех пор началось... Именно в силу их большей древности. Именно в силу их большей древности. С тех пор начали ценить старое, разрушенное, руины. Древние артефакты доходили разбитыми. Скульптура без нос, без рук. И вот эта вот скульптура без рук, состарившаяся, приобрели особую эстетику и стали цениться и даже искусственно воспроизводиться уже позже, в XVIII-XVIII веке. Вот мой проект, он продолжает. То, что называется винтаж. Да, такое, так сказать, сделано винтажное. Да, да, безусловно. А расскажите, как вы старили эти скульптуры? То есть какие были ступени этого производственного процесса? Ступени были следующие. Во-первых, я хотел бы сказать, что будущее меня мануло. Оно наступило слишком рано. Я предполагал, что моя картина-письмо, фундаментальный лексикон, дойдет до будущих потомков, где-то через тысячи лет. И мне захотелось уехать, чтобы сесть в машину времени, отправиться в будущее и увидеть раскопки вот этой самой советской цивилизации, какие они будут. И я их увидел, отправившись туда, и они произвели на меня такое сильное впечатление, что мне захотелось их привести и показать современникам. То есть это идея вот этого произведения. А уж для этого я слепил свои герои фундаментального лексикона, натуральную величину. Я их разрушил. Я их потом... Слепили изначально из чего? Это из гипса были? Ну, изначально из пластилина, потом я отлил, сделал форму, отлил из гипса, потом разрушил гипс, потом их составил, как составляют из осколков целые археологи, потеряв, конечно, какие-то носы, уши, ноги и части туловища. Потом я отлил их из бронзы и закопал на три года в Тосканской земле. Для того, чтобы природа, которая одновременно является и великим разрушителем, и великим художником, состарила и придала им тот самый древний, изумительный вид, который, на мой взгляд, и получился. Почему Италия? И почему Тоскана? Идея была простая. Ну, и простая, и непростая. Когда-то в Италии существовала Великая Римская империя. Потом она погибла, и возникла Вторая Римская империя, Византийская, Христианская православная империя. Уже на Босфоре, да. Да. Потом, значит, погибла эта империя. Через тысячу лет возникла Третья Римская империя, Россия. Ну, да, то есть здесь вы отсылаетесь к этому, к старцу Филофею, Москва, Третий Рим, Четвертому же не быти. Совершенно верно. Но здесь меня тоже интересовала концепция вот этих вот старцев в то время, потому что Филофей, наверное, имел какое-то окружение, которые считали, что империя это сосуд, в котором пребывает свет Господен, истина, то есть сам Бог. Они считали, что Византия согрешила, из-за грехи была разрушена, но свет Господен не может исчезнуть, разрушиться, он пребывает вечно, и что новым сосудом, новым местилищем является Россия. Эта идея стала популярной, она была адаптирована, Третья Римская империя Российская просчитывала до 1917 года, потом Сталин ее реанимировал, заказав Сергея Эйзенштейна фильм «Иван Грозный», где Черкасов Грозный дважды произносит вот эти вот вами процитированные сейчас слова старца Филофея. Вы же знаете, что хотел еще снимать фильм «Рим». Это был один из замыслов, который не удался, то есть вот эта вот идея Римского. Вот у Владимира Попернова в «Культуре 2» это очень хорошо прописано, вот эта римская идея, и, собственно, как она на ВДНХ представлена, все эти ВДНХ как римские форумы и так далее. Конечно, то есть мы можем говорить, что в сталинское время империя была реанимирована, потом она в 1991 году разрушилась, мне захотелось привести черепки вот сосудов вот этого Третьей Римской империи остатки руины и похоронений в земле, где уже покоятся остатки руины двух первых римских империй для того, чтобы похоронить в братской могиле. А истина, освобожденная от пут и сосудов, да, витала и освещала народы независимо от географии их пребывания. А Тоскана, почему, скажем, не под Римом, там же где-нибудь в Лацео? Вы знаете, в Тосканской земле, как и повсюду в Италии, на самом деле, откапывают вот эти изумительные археологические артефакты. Ну, там же и трусские были найдены. Да, трусская культура там обнаруживается постоянно, но прежде всего потому, что в Тоскане существует литейная мастерская, в которой работают лет двадцать, и мне там было это удобно сделать. Ну, вы знаете, да, вам это может быть потому, что еще удобно, но мне, как зрителю, как человеку, которому отправлено это послание, я здесь вижу все-таки какой-то, может, культурный код, потому что вот это вот Мандельштамовская от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим яснеющим в Тоскане. То есть, вот эта тоска по Тоскане, которая может быть еще от того, что флорентийские изгибы московского Кремля, да, вот эта вот перекличка какая-то. Мне кажется, вот эта перекличка Москвы именно с Тосканой и не с какой-то другой области Италии, она тоже присутствует. Я полностью принимаю ваш комментарий, потому что для меня очень важно, чтобы мои произведения комментировались. То есть, мне неинтересно что-то утверждать раз и навсегда. Мне важен активный зритель. И вы в данном случае мой замечательный собеседник. И мне ваш комментарий ценен. Еще один у вас комментатор есть. Это Михаил Емпольский. Мы вот Гройс процесировали. Емпольский пишет, что это иконостас. Вот ваш фундаментальный лексикон. Действительно, вот это я вспоминаю эти картины. Сколько там было? 12, что ли, картин, да? Нет, не 12. В фундаментальном лексиконе существуют две главные части. А, две части. Потому что он же по частям. Как я понимаю, там часть купил Милош Форман и часть в коллекции немецкого собирателя. Совершенно верно. Так сколько все? Это две картины, да? Это две большие картины. А, одна у Формана и вторая в немецком собрании. Да, на самом деле это такой диптих огромный. Но идея бесконечной картины, идея словаря, идея лексикона, которую можно все время дополнять. Там открытый такой контекст. Просто де-факто существует два главных вот таких произведения. Ну, а в каком смысле это иконостация? В каком смысле Советский Союз был, так скажем, какой-то религиозной сущностью? И вот вы представляете вот этот вот пантеон священный? Ну, в прямом смысле, потому что коммунисты и в частности Советский Союз использовал идеи, иконографии древних религий. Начиная с Мавзолея, это как бы такой зекурат, зекурат или там в общем древняя древняя постройка с мощами внутри для поклонения, кончая идея о том, что пролетариат и избранный класс, идея Маркса, она во много напоминает идею избранного народа. И пролетариат как класс, и евреи как народ имели какую-то особую роль в будущем, да, им предназначалось. Или, например, авторитет текста в советское время что-то написанное вправду, это был просто текст Бога и инструкция, как проживать жизнь. Ну да, текстуальность очень важна, и то, что у вас ваша, так сказать, исходная работа называется фундаментальный лексикон, все это прочитывается очень текстуально. Я здесь вспоминаю, по-моему, Рыклин, Михаил Рыклин, философ, писал, что, так сказать, не мы проросли текстами, он писал про Советский Союз, а тексты проросли нами, то есть люди вырастают на почве вот этой вот священной книги, на почве этих священных текстов. И, кстати, вот в этом отношении советский проект был очень близок к иудейскому проекту, так скажем, еврейскому, как народ книги, избранный народ книги, и Советский Союз тоже был избранный народ книги. Но в какой-то степени, безусловно, параллели есть. Здесь еще важно отметить, что, безусловно, безусловно, фундаментальный лексикон перекликается по идее с иконописью, а именно сюжетом, предположим, всех святых. Да. И это был сознательный, что ли, ход, как бы это было, это было частью концепции. И еще, глядя на ваши вот эти фигуры, что на фундаментальном лексиконе, что сейчас, когда они уже были отлиты, разбиты, похоронены, извлечены из-под земли, я понимаю, что от них изуходит какое-то очень странное чувство опасности. Вот я не случайно сказал, что вот они для меня как будто сошли вот эти вот такие вот тревожные фигурки, которые сошли с плакатов по гражданской обороне, которые вот нас окружали в школе на уроках начальной военной подготовки. Вот. И вот есть какое-то чувство, как будто вот они напряженные и с каким-то предчувствием вглядываются в будущее. Ну, здесь уже каждый зритель имеет свои собственные личные ассоциации. Но чувство опасности, вернее, для меня было важно. С одной стороны, образ таинственный. Вот, может быть, вы обратили внимание, что в зале звучит музыка. Да. Это не музыка, это звук. этот звук восходит, на самом деле, к такому направлению в музыке, которое называется блюетизм. От блюетизма. Совершенно верно. и вот этот вселенский шум мне был важен, то есть шум тысячелетий, шум универсума. Мне интересно было не просто показать археологические раскопки, а создать такой вселенский образ, где советская раскопная империя является просто частным случаем вообще бытования смерти и вот этой вот магии после смерти погибших империй. Ну да, здесь же у вас такой очень сильно прочитывается этот жанр гибели империи и такой ностальгирующий. Тут как раз очень, я не знаю, такая неожиданная перекличка. Сейчас вот в эти дни мы все говорим, что умер Алексей Балабанов, режиссер. Вот как раз думая Балабанов, я понимаю, что это тоже был певец гибели империи. Вот он называет Кавкой, как Кавка тоже засвидетельствовал гибель империи в таких каких-то психоаналитических глубоких образах. Точно так же вот это вот гибель империи засвидетельствовал Балабанов. И у вас тоже вот этот сюжет прочитывается. Мне вероятно все это близко и близок Кавка как писатель. Вот вы упомянули плакаты по гражданской обороне. Я помню, что когда я был маленьким, когда учился в школе и позже нас окружали эти плакаты повсюду. Это были плакаты, которые нам говорили, что вот-вот настанет время че, нападет враг, а что такое время че? Это когда отменяются законы и начинается власть биовласти, как говорил Фуко. Когда человек может сделать все что угодно. И я помню, что когда я смотрел на эти картинки в детстве, я понимал, что и представлял свою жизнь в этих картинках, я понимал, что каждый мой шаг будет наказан каким-то образом, потому что я никогда в жизни не выучу и не пойму этих правил. И что вот эта ситуация становилась таким фатумом, судьбой. Потом уже, когда я прочел Кавку, я узнал твои ощущения, они были точно такими же. Ну да, здесь вот эта гражданская оборона, я тоже вспоминаю, какое-то ощущение такой непонятной угрозы, когда мы должны были, даже, по-моему, какие-то карты мы своим руком рассчитывали, какой-то Манино-Ванино-Чигири, мы должны были, взяв противогазы, вот идти в направлении Манино-Ванино-Чигири. Вот у меня даже отпечаталось, сколько уже десятилетий прошло, название этих трех населенных пунктов у меня просто... Потрясающе. Вот здесь еще замечательно, что люди, которые надевают противогазы, они становятся инкогнито, это начинается спектакль инкогнито, карнавал, где непонятно кто. Кто в отделе противогазов уже не вы, и это такой маскарад, где кто царь, кто нищий, кто... Непонятно. Вот, ну да, противогаз, но даже без противогаза, когда я гляжу на лица ваших героев, они абсолютно гладкие, эти персонализованные, они могут быть, скажем, лица с доски почета. Вот это вот тоже здесь это, да, своего рода ваш лексикон, это доска почета. Они на самом деле те самые жены Лота, которые не обернулись, а посмотрели слишком далеко вперед и окаменели. Обернулись соляными столпами. Да, вот эти вот деперсонализации. Но вы знаете, здесь, говоря об этой деперсонализации, я ставлю как-то это в контекст ваших современников, да, вот скажем, у Ильи Кабакова я вижу такие же вот деперсонализованные лица, вот эти вот его... То есть это... Вот здесь я вот какой я хочу вопрос задать. Вы свое творчество мыслите в рамках вот этого московского концептуализма, соцарта? Я не мыслю свое творчество в рамках соцарта, потому что я не подписывался под идеями соцарта. К сожалению, вот это искусство, оно еще плохо изучено и плохо понято. И есть два клише, под которые чистят все, весь этот период, а именно концептуализм и соцарт. все художники, которые каким-то образом вырваются из-за этого и имеют свой собственный путь и свою собственную задачу, они или остаются за бортом или их неправильно идентифицируют. Безусловно, я принадлежу к этому сообществу, к этому времени, но я вообще человек, который никогда не подписывается под манифестами, не принадлежит конкретным группам и никогда не говорила мы во всех смыслах слова, и вообще мне непонятно, до каких пор мы будем терпеть, настало время, когда мы и прочее. Я тот самый ворон, который не летает в стаи ворон, я сам по себе не потому, что вороны лучше, потому что у воронов иная физика. Ну да, я читаю ваше интервью, ваше высказывание, я вижу, что вы не хотите, чтобы вот это как-то все категоризировалось. Ну, а в чем ваше отличие, скажем, от соцарта? Вы не играете с советским текстом? Вы не воспринимаете СССР как текст, который для вас есть некий набор знаков, которые вы вот остраненно анализируете? Я не играю с советским стилем как таковым. Если внимательно посмотреть на мои скульптуры, это не цитаты, это на самом деле персонажи, которые не могли бы быть никогда вот точно вставлены в этот контекст. Это другого рода метафоры. Меня интересует не игра со стилем, не цитатность, которая есть в соцарте, а меня интересуют вот те самые фундаментальные вопросы, которые мы сейчас обсуждаем. Меня интересует память, меня интересует то, как, например, формируется понятие народ, этность, национальность. Меня интересует, меня интересует, как я уже говорил, искусство памяти, меня интересует средневековое искусство, больше, чем советское искусство на самом деле. Я в стране, у меня советский проект, это только часть особой темы в моем творчестве. До более широкого изучения этноса и человеческих сообществ, как они отражаются в истории. Безусловно, это то, я бы сказал так, это часть, моего творчества, которую можно назвать и я, и оно. Как у Бубера. Да, как у Мартина Бубера, например. Вот раз мы упомянули Бубера, вы ведь точно так же изучали еврейский этнос. Да, у вас проект Алифбет, он как-то перекликается с фундаментальным лексиконом. Безусловно, перекликается. Я строил эти, выстраивал эти две темы одновременно. Но Алифбет это можно обозначить как я и ты, то есть я и высшее. Но почему я строил их параллельно? Потому что когда существует некое мировоззрение, некая философия, которая претендует на то, чтобы объяснить весь мир, то любая, любой феномен в жизни, любая вещь в жизни может быть объяснена контекстом вот этой самой философии. Поэтому когда я выстраивал совершенно аналогично контекст Алифбет и фундаментального лексикона, то те самые фигуры памяти, которые у меня там были, средневековые персонажи, вот когда существует коллекция, как в иконах, там предположим персонаж и аксессуар, аксессуар определяет человека, то одни и те же аксессуары, но в разных контекстах приобретали разные смыслы. Например, книга в фундаментальном лексиконе это была историка ПСС, а книга в Алифбете становилась книгой жизни. Или там предположим виноград в контексте Алифбета был символом Святой Земли, а в контексте фундаментального лексикона становился символом достижения советского народа в сельском хозяйстве. Ну да, здесь такие действительно интересные параллели, но что любопытно, вот это вот близкое, казалось бы нам советская цивилизация, с которой мы все вышли, но я думаю большинство тех, кто сейчас слушает нашу передачу, остраняется и рассматривается, скажем, как древне-иудейская или древне-египетская цивилизация. Напомню, что у нас в гостях художник Гриша Брускин, мы продолжим после перерыва. Добрый вечер, программа археология сегодня у нас настоящие археологические раскопки, раскапываем советскую цивилизацию с художником Гришей Брускиным. археологический, так скажем, проект которого под названием «Коллекция археолога» представлен в бывшем кинотеатре «Ударник», который ныне является центром современного искусства. И выставка эта у нас идет еще весь конец мая, июнь, июль и до середины августа. Вы знаете, Гриша, я, Григорий, здесь, наверное, да, Гриша, это, так сказать, как художник, здесь как собеседник. Можно как угодно. Да. Я хочу понять в вашем проекте чего больше ностальгии или остраненного исследования? Потому что, вы знаете, от меня все-таки, на меня от него в отличие, скажем, от чисто соцартовских вещей, которые, да, такие очень умозрительные, скажем, я не знаю, там, взять комара и меламида, то есть понятно, что это помещено в другой контекст, или взять, скажем, какие-то текстуальные вот такие надписи Эрика Булатова. А у вас эти вещи, несмотря на всю их холодность, они какие-то теплые. Там есть игрушки, там есть вот этот игрушечный медведь, там есть какая-то пионерка, которую перебинтовывают. Я понимаю, что это больше нечто, чем плакат по гражданской обороне, и это для вас освещено каким-то светом, мне кажется, ностальгии. Я бы не сказал, что ностальгия правильное слово. Вы сказали отстраненное исследование, а я бы сказал эмоциональное исследование. То есть оно одновременно и отстраненное, я пытаюсь отстраниться, но отстраниться я не могу, потому что это часть моей жизни. Да. Просто нечто отстраненное мне неинтересно, потому что для меня все-таки искусство должно иметь эмоциональный заряд. Ну, вы знаете, я здесь хочу вот как поговорить, что вот этот ваш проект археологии Советского Союза, он неожиданно оказывается очень помещен в очень сильный политический контекст, потому что то, что сейчас происходит здесь, как вам известно, идет очень сильное возрождение всей советской символики, всего советского даже мира ощущения со всеми этими концертами, скоро будет концерт на день милиции, ордена, вот, не знаю, нормы ГТО ввели, школьную форму ввели, военный парад на Красной площади ввели, приветствуют лидеры с трибуны. И вот в этот контекст неожиданно это возвращается, и как бы археология снова срастаются куски этих разбитых скульптур. Я с вами согласен, что этот проект чрезвычайно актуален сейчас в нашей стране, потому что, во-первых, живые люди, старые коммунисты, там, новые коммунисты, которые хотят возвращения СССР, есть молодые люди, которые никогда не жили в вот в том самом мифологическом советском пространстве, но которые ностальгируют, потому что им вот так вот рассказали взрослые, есть молодые коммунисты, например, среди художников очень много, которые хотят возврата к марксизму и к геемонии марксистской философии, но на каком-то другом этапе, другом витке, есть люди, которые ненавидят Советский Союз и выступают против, то есть, на самом деле, разрушение Советского Союза явилось невероятной травмой для населения страны, и тень, тень этой империи, она витает над страной, и я думаю, что будет еще витать очень долго, поэтому спровоцировать зрителя на разговор об этом, мне кажется, чрезвычайно важным и интересным. Вы, знаете, буквально недавно на днях был опрос Левада, центра, если я не ошибаюсь, среди самых любимых лидеров истории России Советского Союза в 20 веке, и на первом месте оказался Левенит Ильич Брежнев. То есть... Ну, в общем, это несколько неожиданно для меня. Да. Ну, был покой, была стабильность, росло благосостояние, широко шагал Азербайджан. Ну, было как бы уютно жить вот в этом самый, вот, нарья, скажем, но мы прекрасно с вами помним это время, я помню бесконечные анекдоты про Брежнева, и, в общем, в какой-то момент он стал скорее, скорее объектом насмешек населения. Ну, да, он существовал как персонаж анекдота, скорее, чем реальный. Вот даже не так давно, вы помните, был телевизионный фильм, где совершенно блестотельно был сыгран образ Брежнева, но вот, когда я первый раз увидел, я подумал, что он настоящий, но подумал, он какой-то очень странный. Это, для меня это неожиданно. А вы сами в эту эпоху как себя существовали, как вы себя чувствовали? Вы чувствовали себя нонконформистом? Вы занимали какую-то отстраненную позицию по отношению к режиму? Ну, естественно, с детства в моей семье было критическое отношение к окружающему, что ли, миру, да? Я родился в большой семье, у меня четыре сестры. Родители нам все время говорили, дети на улице, не повторяйте то, что вы говорите в школе. Вот это вот аутсайдерство я всегда чувствовал. Не в школе, а дома, наверное. Да, то, что говорите дома. Совершенно, то, что говорите дома, ни в коем случае. Не говорите в школе или на улице. Конечно, я занимался искусством, которое было неофициальным. Мне было неинтересно заниматься официальным искусством, потому что я считал в то время, что официальное советское искусство, соцреализм это профанное искусство, что это плохое искусство, не искусство, которое выполняет государственный заказ, заказ коммунистической партии. Мне казалось, что высотные дома, которые построены в Москве, они построены специально, чтобы раздавить меня и унизить. Вот сейчас, когда я смотрю на высотные дома, я думаю, какие они прекрасные. Вы имеете в виду сталинские высотки? Сталинские высотки, конечно. Точно так же, как искусство, которое социализма, живопись, которое терпеть не мог, сейчас мне представляется в лучших своих образцах прекрасным свидетельством. Например, Дейнека? Ну, например, Дейнека, например, Локтеонов, маг света, который продолжает продолжить творчество, традицию Вера Мейера или Куинжи. Да и менее талантливые произведения какого-нибудь Александра Герасимова, они тоже любопытны весьма, потому что, будучи искусством лжи, это искусство выразило какую-то очень важную правду о той жизни, которая была в нашей стране. как кривое зеркало, калечие изображения иногда выявляет какую-то правду и сущность человека. Точно так же это искусство. Ну да, более тоже, опять-таки, все наши теоретики постмодерна, тут же Рыклин, Гройс, как раз Гройс, стиль Сталин, пишут, что они более реальны, чем сама реальность. То есть, как Бодрияр писал об Америке, что Диснейленд более реален, чем сама Америка. Точно так же вот эти, скажем, фигуры на ВДНХ были более реальны, чем советские люди. Это абсолютно справедливо. Да, но, тем не менее, это вы поняли сейчас, а тогда вы уже наметили для себя свой какой-то особый путь в искусстве. Вы ведь учились в текстильном, кажется, да, институте? Да, я кончил в текстильном институте, но меня совершенно не интересовал сам институт. Я учился там формально, занимаюсь самообразованием и мастерством, что ли, у себя, у себя в комнате, где проходила моя истинная жизнь, что ли. Но вы что-то ткали? У вас были какие-то гобелены? Нет, я ничего не ткал в то время, я прогуливал занятия, но зато значительно позже соткал фундаментальный гобелин, который называется «Алевбет», который был показан однажды в Пульсинском музее, важная часть моего творчества. Но соткал я не потому, что я окончил в текстильный институт, а потому, что, когда я задумал это произведение, для меня важна была идея творца-ткача, что мир соткан, это древняя идея, что вертикали это связь человека с высшим, а горизонтали это тот дальний мир, в котором мы живем, на пересечении человека, вот эти частицы людей, пересечения линий, это было важно для произведения любви. И затем уже ваши работы, вот к этой технике фундаментальный лексикон, то, что даже не технике, вот к этим вот концепциям таких, вот вы уже с самого начала пришли? Или у вас были какие-то, я не знаю, более такие традиционные, что ли? Ну, был некий путь. У каждого художника есть путь, да? Путь человека. И в какой-то момент у меня возникли вот эти самые персонажи фундаментального лексикона в начале в картинных памятнике. Моя мастерская была на улице Горького, на Тверской, жила я на Малой Грузинской, каждый день ходил пешком, и ходил пешком мимо мимо гостиницы... Маяковского? Да, мимо гостиницы Пекин. Да. А на гостинице Пекин над входом был и есть до сих пор замечательный брелев, на который я регулярно смотрел очень внимательно. И в какой-то момент я понял, что эти образы уже поселились внутри меня, и я не могу не изобразить их. И я стал изображать вот эти вот самые вот скульптуры. Вначале, вначале скульптуры писались мной на картинах, а потом уже я понял, что мне нужно их лепить. Уже потом. Ну, то есть, да, изначально у вас был такой очень скульптурный вид мышления, да, который вы сейчас уже транслировали как бы полный цикл скульптуры. Это ее изображение на холсте, затем уже вы начали ваять скульптуры, затем уже вы их разбили, похоронили и достали. Но скоро они просто оживут и появятся в обыденной жизни. Ну да, но в любом случае это было рефлексией на скульптурные, то, что вы говорили, скульптурность Советского Союза, скульптурность советского пространства. Я считал в одном из ваших интервью, что у вас детство прошло, у вас какие-то были очень интересные скульптуры, там, парк спортсменов. Да, я родился на улице Казакова, напротив располагался Институт физической культуры имени Сталина. Там проходило мое детство. Для меня это был огромный мир. Сейчас, когда я туда попадаю, мне кажется, что он значительно уменьшился. Посередине, прямо напротив моих окон, возвышался Сталин. Это была такая монументальная большая скульптура из какого-то серого металла. В окружении анюшных глазок он стоял. Боже, как трогатель. Да, это был потрясающий кич. А вокруг окружали Сталина скульптуру спортсменов, которые слепили пленные немцы. Об этом мне рассказывали родители. они легко на самом деле справились с задачей. Школа, школа Лены и Рефеншталь. Да, школы были похожи, но все равно они смахили на немцев, а не на русских. А рийцы. И я в детстве воображал Сталина командиром вот этих немцев, спортсменов. Мне казалось, что это как бы специально все задумано. Вообще, конечно, сильная композиция, как лучший друг советских физкультурников, причем он из другого материала, из стали, предположим, сделан. Это было замечательно, это был такой замечательный парадизм советский. Очень жаль, что этого не существует сейчас. Это был замечательный памятник эпохи. Он уничтожен, да? Куда-то это все делось. Я думаю, что уничтожен, потому что скульптуры были спортсмены, они были слеплены. Это был гипс, это недолговечный материал. Сталина, наверное, переплавили куда-нибудь. Ну да. Вы знаете, вот я сейчас думаю, вот ваше описание советского пространства, оно же действительно удивительно. Оно как бы сплошь как текст размечено вот этими маркерами. Потому что сейчас этого мало осталось. Надо вспомнить все эти пионерские лагеря, все эти дворцы пионеров. Это же везде была маленькая ВДНХ. Советский Союз ходил, советский человек ходил по пространству, размеченным этими скульптурами. И, соответственно, около каждой скульптуры он должен быть, наверное, испытывать соответствующие чувства. Безусловно, потому что эти скульптуры, это были сакральные скульптуры, которые, это были баалы греческие, вот, они были гениями места. Вот это-то было невероятно интересно. Поэтому к этому я обратился в те самые далекие годы. Ну да, вы воспроизвели Советский Союз в самом, так сказать, глубоком семиотическом аспекте. Потому что откуда все идет-то, откуда ноги растут, да, если вспомнить Ленинский план монументальной пропаганды, это чуть ли не помню, 18-й год, только-только они вообще в Москву переехали, и тут же они по всей столице вот этих гипсовых Марксов, Клар Цеткин и так далее наставили. Так что, да, Советский Союз в этом отношении удивительно текстуален, и вы как бы возвращаетесь к самым основам советской цивилизации в этом проекте. Хочу спросить, все-таки вот вставив контекст современный, исторический, путинской России, возвращение советских символов, ваш проект, он политический в этом смысле? Насколько вы вообще считаете, что искусство, современное искусство должно быть политическим? Я не считаю, что искусство вообще-то должно быть таким или сяким, в том числе и политическим. Если искусство исчерпывается понятием политическое, то на мой взгляд этого недостаточно для искусства. Это не искусство. Потому что искусство должно обсуждать и на самом деле комментировать какие-то фундаментальные проблемы. Например, вот в этой самой теме, которую мы обсуждаем, для меня фундаментальным считается отчуждение человека от общества, от государства, конфликт между индивидуумом и коллективом, между гражданином и государством. То есть, это вечные вопросы, которые существуют повсюду, и не только здесь, в данной стране. Если, конечно же, искусство может быть политическим, и мы знаем достаточно примеров в истории искусства. Ну да, сейчас, собственно, в России особенно именно так и получается при сокращении сферы политического, при сокращении общественной дискуссии, искусство берет на себя функцию несуществующего парламента, несуществующих общественных пространств для дискуссии, да, все тоже на слуху, да, группа война, пуссерает, и, так сказать, в конце концов, они же, война получила премию Кандинского. Нет, они не получили премию Кандинского, они получили премию инноваций. Премия инноваций, да, да, премия Кандинского шла речь, не вынули. Ну да, вот этот вот литейный мост. Так что в этом смысле, ну вы признаете все-таки за искусством право и, может быть, даже обязанность? Я не признаю за искусством никаких обязанностей. Искусство свободное, может делать все, что угодно. В принципе, вот такой агрессивной идеологии в искусстве, когда какой-то вид искусства начинает диктовать людям и требовать как надо, я считаю, что это совершенно неправильно. Я придерживаюсь позиции, что истина Кипариса не уничтожает истину Яблони. Что касается этих молодых людей, о которых вы говорите, я вообще-то не комментирую произведение каких-то своих коллег. Я не считаю корректно комментировать этот вслух публично. Да, я понимаю, у вас здесь другая абсолютно легитимная позиция, потому что у нас здесь были, так скажем, большое количество актуальных художников в нашей студии, и у нас часто поднималась тема искусства протеста. Я понимаю, что ваш фундаментальный лексикон и нынешняя коллекция археолога это не про то. У вас как-то вы поверх смотрите скорее взглядом каким-то мелинистским тысячелетним не так сказать деконструируете Советский Союз сказать, что вот это была тоталитарная идеология, вот я пока показал так сказать человека с танком в руках, а вы смотрите то, как посмотрел бы человек через тысячу лет. Мне это интересно намного. И никогда у вас, несмотря на то, что вы себя чувствовали нонконформистом, не возникала идея такой, скажем, политической критики? Именно так, я никогда не формулировал свою задачу, хотя в принципе то, что я делал, власти воспринимали очень часто как нечто антисоветское, более того, меня даже гоняли из Союза художников за мое творчество и вызывали на товарищеский суд и говорили слова типа того, что вы читали вчера газету «Правда», я говорил, нет, не читал, мне говорили напрасно, мир на грани катастрофы, вот-вот американцы на нас нападут, а вы себе позволяете такое, говорили, после вот такой возникала такая какая-то пауза, никто не понимал, что же я себе позволил, но власти реагировали на меня именно как на политического художника, именно как на не то, что даже антисоветского, было непонятно, что мне пришить, но пришить мне все время что-то хотели, выгоняли из Союза художников, в который я поступил, будучи юным созданием, я поступил, у меня было 23 года, когда я получил этот билет, я думаю, что годом позже меня уже туда не принял, потому что я начал заниматься своим искусством. вы эмигрировали, у вас был такой момент статус, что вы считаете, потому что сейчас я понимаю, вы живете между Москвой и Нью-Йорком, вы себя не считаете эмигрантом? Нет, я себя не считаю эмигрантом, я никогда не эмигрировал, у меня российский паспорт, я российский гражданин, я провожу иногда половину времени в Москве, половину времени в Нью-Йорке, иногда больше в Нью-Йорке, иногда больше в Москве, география диктуется моей творческой работой, если мне нужно быть больше в Москве, я нахожусь больше здесь. Последние проекты, ну, вот самый последний проект я делал действительно в Нью-Йорке и в Тоскане, но предыдущий проект «Время че» был создан здесь, «Аллифбет» был создан здесь, «Шпалера» «Аллифбет», то есть мне интересно жить и работать в стране, в которой я родился. Вы знаете, вот я сейчас слушаю вас и понимаю, что вы действительно не антисоветский художник, вы глубоко не советский художник, и я вам очень завидую, потому что весь востворческий путь и, собственно, и «Время че», то, что вы делали, и «Фундаментальный лексикон», и сейчас «Коллекция археолога», они позволяют себе роскошь быть вневременными, потому что сейчас у нас очень большая часть нашего искусства современного, она так или иначе ангажирована, и это неизбежно, опять-таки, при сокращении всей… Вы знаете, и «да», и «нет», потому что художник, он не то, что должен, обязан быть современным. Если художник… А сами себе противоречите, поймал, сказали, художник, искусство никому ничего не обязано. Хорошо, поймали, я согласен. в данном вопросе поймали, потому что, если художник не современен, если он не выразил свое время, то это глубоко несчастный человек, он прожил жизнь кого-то другого. Ничего, по-моему, неприятнее, и самое интересное, вот прожить такую жизнь. Ну что же, заключение нашей передачи, скажу, что все-таки, мне кажется, ваша коллекция археолога, именно потому, что она берет такой вот тысячелетний разгон, она глубоко современна. Она рассказывает о нас, но употребляет для этого не оптику передовицы, не оптику постов в Фейсбуке, а оптику какого-то вот такого вот отстраненного, мудрого, взвешенного высказывания и взгляда на человечество и на советскую цивилизацию в контексте великих цивилизаций древности. Это очень немногие могут себе позволить. Я благодарю вас за то, что вы сделали, за ту коллекцию, которую вы здесь представили, и призываю наших слушателей посетить ударник, который ныне у нас в Музее современного искусства, и посмотреть на коллекцию Гриши Брускина под названием «Коллекция археолога», которая будет выставлена там до 11 августа. Я благодарю Григория за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, что пригласили. Это была программа «Археология». Я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.